6 марта сегодня отмечается всероссийский день гурмана, праздник для всех любителей вкусно поесть. Блюдо с нетипичным сочетанием продуктов нам готово представить Наталья Дмитриева. Наташа, ждем тебя! Доброе утро! Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Петербург! Да, действительно, день гурмана, чем ни повод порадовать себя чем-то таким изысканным и необычным. И мы сегодня готовим на завтрак десерт и совсем вообще нестандартный оливковый. Вот уже кондитер Александра что-то готовится делать. Александра, расскажите, что нам для этого понадобится и что вы такое уже собрались делать? Доброе утро! Мы сегодня будем готовить оливковый десерт. Сейчас я начинаю готовить карамель. Я засыпаю в сотейник сахар, наливаю немного воды и жду, когда карамель станет янтарного цвета. Далее мы будем добавлять сливки и оливковое масло, так как десерт у нас оливковый. Также, чтобы больше было оливкового вкуса, я сделала специальные оливки. Замариновала их в сахарном сиропе, состоящего из воды, сахара, лимонного сока и немного маринада из-под оливок. Мариновались они где-то час-два. И потом сушила их в дегидраторе до состояния изюма. Александра, вы хотели дать мне какое-то задание, что мне делать? Да, можете пока что резать оливки. Нам нужно несколько размеров для красоты. Можно нарезать их, к примеру, на четвертинки, на половинки и оставить несколько целых. Я пока проверяю наш сахар. Нельзя, чтобы он сгорел. Сильно его мы не мешаем. В каких пропорциях вообще эта карамель готовится? Здесь у меня около 30-40 грамм сахара, 12 грамм воды. Также я буду использовать 100 грамм сливок 33% жирности и приблизительно 25-30 грамм оливкового масла. Оливковое масло беру холодного отжима и нерафинированное, чтобы был запах и вкус. Сто процентное оливковое получается, да? Так, тут уже что-то закипело как будто бы. Да, у нас потихонечку начинает кипеть. Пока что он не становится янтарным. У нас идет процесс растворения сахара. Начинает консистенция становиться прозрачной. И скоро, совсем скоро у нас начнет появляться янтарный красивый золотой цвет. Кто вообще придумал из чего-то вроде оливок готовить десерты? Данным блюдом со мной поделился мой наставник, мой преподаватель. Из моего любимого колледжа туризма и гостиничного сервиса. Мой наставник рассказал про этот десерт. И данный человек готовил меня и к моим чемпионатам, так как я победница в WorldSkills России. А джуниор компетенции поварское дело. Оливки сладкие, это вообще вкусно должно получиться? Да, это будет очень вкусно, необычно. Но и у нас день гурмана, я думаю, очень подойдет под данное событие. Так, что там происходит с карамелью? Сейчас у нас полностью растворился сахар, получилась полностью прозрачная консистенция. Еще немного и у нас будет уже янтарная карамель. Когда она станет янтарной, мы добавим сливки, тщательно перемешаем. Будьте аккуратны, потому что все начнет очень сильно бурлить. Когда мы полностью смешаем карамель со сливками, добавим оливковое масло. Там нужно будет немного терпения. Оливковое масло не сразу захочет смешиваться с карамелью. Поэтому вооружаемся венчиком и очень активно перемешиваем. К сожалению, в эфир у нас весь процесс готовки не влезает, но мы обязательно к вам вернемся совсем скоро. Уже Александра сделает карамель и начнем украшать наш десерт, собирать его. И наконец попробуем, что же все-таки получилось, насколько это вкусно. Тебе слово. Доброе утро еще раз, коллеги. Да, мы не дождались вашего эфира, уже начали украшать наш десерт, собирать его. Я пока мучаю тут свою карамель, которая уже остыла. А наш кондитер Александра уже приступила к ганашу. Что такое ганаш, Александра, правильно сказала? Да, правильно. Ганаш у нас на белом шоколаде. Как делать ганаш? Мы накрываем сливки. В сливках горячих растапливаем наш шоколад. Добавляем немного желатина, убираем под пленку в контакт и в холодильник на стабилизацию. После этого взбиваем. Сливки нужно использовать минимум 33% жирности. Кстати, сейчас у нас в тарелке уже находится крамбл. Крамбл – это крошка из песочного теста. Мы берем песочное тесто, замораживаем его, натираем на терке и запекаем. Запекаем при 180 градусах примерно 6 минут. Выкладываем на дно тарелки. Сверху выкладываем карамель, которую мы заранее остудили и немного взбили. Далее выкладываем ганаш. Есть какие-то правила по сборке? Особых правил нет. В данном случае мы сейчас делаем более презентабельную подачу. Но в принципе можно сделать все гораздо проще и просто все соединить. Мятный сироп будем в какое-то углубление заливать, правильно? Да, в ганаше мы сейчас делаем небольшое углубление. И туда будем заливать мятный сироп. Мятный сироп я делала очень легко. Делаем сахарный сироп, вода, сахар, немного лимонного сока. Закидываем туда листики мяты. После чего пробиваем все блендером и процеживаем. У нас получается очень красивый зеленый сладкий мятный сироп. Так, ну вообще десерт, как я понимаю, достаточно простой. То есть можно у себя дома прямо на кухне приготовить, попробовать? Да, десерт очень простой. Единственное, что хоть он и простой, но некоторые компоненты требуют длительной подготовки. К примеру, у нас оливки очень долго сушатся. Ганаш нужно настаивать в холодильнике. Ну, хорошо, что оливки это делают сами. Сушатся сами, все делают сами. Очень удобно. Так, а что вы сейчас делаете? Украшаете? Да, сейчас я делаю небольшие пукли из ганаша. И как раз-таки около этих пуклей непосредственно вставляю наши оливки. Ну, у нас осталось совсем чуть-чуть времени. Мы успеем попробовать это кулинарное чудо? Конечно. Сейчас, несколько секунд, и все будет готово. Так, правил поедания тоже нет. Нет, ну, советую лучше немножко это все перемешать. Мы добавляем мятный сироп как раз, чтобы все было не так сильно сухо. Для красоты можно добавить немного пищевого золота. Ну все, Александра, уже не терпится нам всем попробовать узнать, что же это все-таки такое на вкус, оливки или десерт? Ну, давайте тогда попробовать. Ага, так, как? Вот так просто? Да, можете прям зачерпнуть. Мне кажется, лучше прям зачерпнуть все, чтобы попробовать настоящий вкус. У нас получается оливковый десерт с декретированными сладкими оливками и оливковой карамелью. Вообще не похоже на оливки, на самом деле. Похоже на просто, ну, что-то такое сладенькое, вкусненькое. Ну, в общем, каждый, получается, может почувствовать себя ценителем высокой кухни. Спасибо, вам слово, коллеги.